Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И я хотел бы, чтобы мы поговорили сейчас о втором послании к фессалоникийцам. И обратимся, естественно, к первой главе сначала. Послание, с одной стороны, очень коротенькое, всего три главы. С другой стороны, оно содержит несколько чрезвычайно важных для Нового Завета вообще утверждений, в том числе для наследия апостола Павла, в целом важных утверждений. И в то же самое время послание это вызывает большие-большие споры, потому что далеко не все исследователи Нового Завета склонны считать его подлинным, по-настоящему Павловым посланием, тем, которое было бы написано Рави Саулом из Тарса, апостолом Павлом как таковым. Многие исследователи склонны, и надо признать не без оснований, относить его к так называемым дейтеро-павлинистским текстам, то есть текстам, которые были написаны учениками апостола Павла, может быть под его руководством, а может быть в духе Павлова богословия, может быть после гибели самого апостола. В зависимости от того, как решаются эти вопросы, и датировка, и содержание послания апостола Павла к Фессалоникийцам II должно быть интерпретировано несколько различно. И это тот случай, когда всерьез очень трудно выбрать одно из возможных решений. И позиция, которая приписывает это послание лично апостолу Павлу, и позиция, которая приписывает его кому-то из Павловых учеников, и кто пишет в духе Павлова богословия, но все же это не лично Павел, обе эти позиции, повторяю, имеют и свои аргументы, и свои права на существование. Ну и, конечно, тоже в то же время нам с вами невозможно не обращать внимание, в конце концов, на тот простой факт, что широко известная в ранней церкви, упоминающаяся у христианских авторов уже первой половины II века, раньше середины II века, это послание так или иначе было авторитетным текстом для ранней христианской церкви. Многим общинам оно было известно, и многие считали его текстом, содержащим важные вещи. В конце концов, может быть, и не так судьбоносно было для читателей того времени, да и для нас тоже, кто является непосредственным автором. Тем более, что вообще понятие авторства в древнюю эпоху было гораздо более растяжимым, чем сегодня. Но важно для нас то, что этот текст был воспринят церковью, и вообще говоря, без особых колебаний и сомнений, вошел в канон Нового Завета, в канон священных книг, которые составляют Новый Завет. Даже достаточно крайние скептики, которые попадались среди христианских авторов и II, и III, и IV века. Тем не менее, в каноничности, в значимости этого текста не сомневались. То, что там написано, считалось в любом случае важным. Ну и, соответственно, для нас тоже этот текст входит в канон священного писания, и кто бы ни был его физическим автором, так сказать, в буквальном смысле, для нас важно, что же ранние христианские общины усмотрели здесь существенного, и почему церковь сочла этот текст важным и нужным в составе книг священного писания Нового Завета. Первая глава во многом построена по аналогии с первой главой первого послания к фессалоникийцам. Настолько, что исследователи прям буквальные параллели и цитаты здесь усматривают, и действительно мы можем увидеть, как мысли автора движутся более или менее параллельно тому, что мы читаем в первой главе первого послания к фессалоникийцам. Но, в конце концов, вот давайте посмотрим, о чем же здесь говорится. Начинается послание действительно таким же приветствием – благодать и мир от Бога Отца. А дальше апостол, или будем называть автора этого послания апостолом Павлом, потому что, в общем, так проще в каком-то смысле. И вот апостол говорит о том, что мы должны за вас благодарить Бога, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь между всеми вами. Итак, собственно, вот он видит действием Божьим, за которое следует Бога благодарить, то, что вот в этой фессалоникийской общине возрастает вера и умножается любовь между членами общины. Это действие Божье. Это не подвиг кого-то из членов общины или каждого там конкретного человека, возрастающего в вере. Для автора второго послания к фессалоникийцам важно, что и умножение любви, и возрастание в вере – это действие Бога. И вот поэтому он говорит, мы хвалимся вами в церквях божьих, в общинах, в которых бываем, хвалимся тем, что вы терпите гонения и верите в гонениях и скорбях. И это тоже очень важный момент, потому что, конечно, масштабные гонения, которые вынуждены были претерпевать разные христианские общины с 60-х годов I века, они были очень важным вопросом, таким вызовом для христиан, как к этому относиться, что это означает. Следует ли полагать, что вот-вот наступит день Господень великий и страшный, и будет конец времен, или что-то пошло не так, и почему гонения уже происходят и такие жестокие местами, они действительно были очень жестокими, да, а наоборот, признаков второго пришествия не видно, что вообще следует в этой связи всем христианам думать, как быть. Вот эти гонения сами по себе, возможно, были важным исходным пунктом, с которого начинается и это послание, и на самом деле целый ряд других новозаветных текстов. Вот апостол говорит о том, что вы стоите во время гонения и храните веру с терпением, стоите в вере и в любви, и это удивительно, это важно, это дар Божий, это то, за что следует Бога благодарить. Но на этом предложении апостола Павла не заканчивается. Его фраза как в греческом, так и в русском продолжается с 3 до 10 стихов, и проследить мысль апостола оказывается далеко непросто. Вот, в частности, дальше смотрите, он говорит, «Мы благодарим Бога, потому что вы храните веру, возрастаете в любви, в терпении храните веру в гонениях, и это является указанием на то, что правда Божья непобедима». Вот приблизительно так можно было бы выразить мысль апостола. В нашем синодальном переводе стоят слова в доказательство того, что будет праведный суд Божий, и в общем, по совести сказать, перевод получается довольно неуклюжий, потому что тот факт, что будет праведный суд Божий, особо ни в каких доказательствах не нуждается. И, по-видимому, греческое слово, которое здесь стоит в дошедшем до нас тексте апостола, следовало бы перевести как «указание». Апостол говорит о том, что вот вы держитесь, храните веру посреди гонений, стоите в любви, и это указывает на то, что суд Божий праведен, суд Божий праведен на то, что вы удостоитесь царства, а те, кто вас мучают, гонят, оскорбляют, они получат по заслугам, получат по заслугам. Вот эта картина последнего суда, которая представляет здесь читателем апостол Павел, может быть, даже, знаете, неявная, в неявном виде картина, она довольно хорошо соответствует тому, что Павел, как бывший фарисейский раввин, должен был думать на эту тему, и, скорее всего, и думал, судя по его большим посланиям, там, к римлянам и первой коринфянам. Он говорит о том, что вот праведный суд Божий, это суд между теми, кто стоит в вере и любви, и теми, кто, наоборот, в вере и любви не только не стоит, но всячески этому противится. Последние времена – это, если хотите, такой вот состязательный процесс между теми, кто доверяет Богу, на него надеется, и поэтому старается хранить любовь и жить по вере, и теми, кто, наоборот, не хранит любовь, потому что Богу не верит, ну и, естественно, по правде Божией жить не пытается. Как и многие другие в первом столетии, как и автор «Апокалипсиса» и «Анна Богослова», автор второго послания к Фессалоникийцам, знает, видимо, на собственном опыте, что вот эти сыны противления, те, кто не доверяют Богу, не следуют за ним, сталкиваясь с верующими, с теми, кто старается хранить любовь и возрастать в ней, проявляют агрессию, не просто мирно смотрят на то, что там кто-то верит, понимаете. Идеи свободы совести, вообще говоря, в первом столетии не было вовсе, а представление о том, что вера – это индивидуальное дело каждого, тоже было совершенно не характерно для того века. На самом деле и впрямь не так уж очевидно это представление. Поэтому для первого века характерна другая картина мира. Те, кто доверяют Богу, стараются стоять в любви, те, кто не доверяют Богу, не просто идут другой дорогой в другую сторону, но стараются заставить первых, все как один из детьми, поклоняться какой-нибудь дряни, вроде императора. И вот эта враждебность, агрессия окружающего мира обычно в первом веке связывается именно с тем, что христиане являются учениками Иисуса, и поэтому Павел во многих местах пишет о том, что ну вы же последовали за Иисусом, ну вот вас и гонят, потому что вы последовали за Господом Иисусом. И здесь он, в общем, говорит о том же самом, он говорит, что вот этот праведный суд Божий, вы стоите в правде, храните верность Кресту, возрастаете в любви, и в явление Господа Иисуса Христа с ангелами вам будет отрада. Любопытно и важно заметить, что автор этого послания вовсе не расписывает, как будет выглядеть, и как будет устроена эта самая отрада, какие блюда будут подавать на мессианском пиру, или какой чудесный климат для прогулок ожидает в райском саду, потому что не в этом дело отрады, на самом деле является то, что Бог, призная тебя праведным, ты, уповавший на Бога, правильно делал, правильно делал, потому что на Бога и надо уповать, а вот эти, не уповавшие на Бога, и поэтому гнавшие учеников Христа, делали неправильно, и они будут отторгнуты. Непокоряющиеся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа подвергнутся наказанию, вечной погибели. Ну, вообще говоря, для христиан, особенно с середины 20-го столетия, да и несколько раньше, сложные очень слова, трудные, неприятные, прям вот очень хочется людям их как-нибудь пролистнуть, понимаете, потому что на протяжении долгих столетий, на основании, в частности, вот этого текста про погибель от лица Господа славы и наказание от славы могущества его, применялись для того, чтобы довольно здорово Бога оболгать. Вот представление о том, что Бог, как недавно появилось, такое очень точное сравнение вселенский Сталин, понимаете, за всеми подсматривает, чтобы уловить в каких-нибудь ошибках и покруче наказать, и, так сказать, это получается не любовь Бога, а тоталитарные репрессии. Вот это представление чаще всего обосновывали именно вот такими текстами, в частности, вот первой главой второго послания к Фессалоникийцам. Логика обычно здесь была такая, что вот Бог, он такой прямо палач в сущности, если называть вещи своими именами, и поэтому надо бояться. И из страха, соответственно, надо вести себя прилично, ну, более или менее заповеди исполнять. Важно увидеть, что здесь автор второго послания к Фессалоникийцам совершенно вообще об этом не пишет. Он говорит о возрастании в любви, о том, что праведность перед Богом заключается в верности Богу и любви друг к другу. И, собственно, то, что есть выполнение заповедей, правил, принципов, соблюдения определенного христианского моду свивенди, это не есть плод страха, боящийся несовершен в любви, как пишет евангелист Иоанн, а вовсе даже наоборот проявление любви к Богу. Это, на самом деле, очень важно увидеть, потому что 20 век очень четко показал нам, что попытка быть христианином из страха наказания в конечном итоге ведет к отступлению в трудные времена, к тому, что, когда по-настоящему трудно, нас никакой страх не удерживает, и люди предают и Христову нравственность, этику, и уж тем более любовь к Божью. Это происходит довольно легко. Но в то же время и игнорировать эти слова, написанные в данном тексте, тоже совершенно невозможно. Автор его говорит о том, что есть четкое различие между добром и участью тех, кто хранит веру и любовь, и злом и участью тех, кто ему следует. В этом смысле новозаветные авторы вообще, и автор второго послания к фесслоникицам, ни разу не постмодернист. И теперь для 21 века его абсолютно однозначное, не подвергаемое никаким перетолкованием позицию, что добро и зло это разные вещи, разные и не относительные, а абсолютные, потому что критерием добра и зла здесь является Господь Иисус, его всемогущество, его лицо, да, вот это совершенно необходимая тоже для нынешнего времени такая вещь, которую надо увидеть, надо увидеть, не все равно, не все кошки ночью серы, понимаете, вот не безразлично, что ты выбираешь, как ты поступаешь, как строятся твои отношения с Богом, это одно, и второе мысль очень важная тоже, которая за вот этим предложением с 3 по 10 стихи первой главы стоит, апостол предполагает, что собственно вот явлений Господа Иисуса Христа и его славы от рада и наказания, от рада одним, наказания другим, заключаются в том, что одни оказываются с ним вместе, а другие с ним не вместе, как в 25 главе Евангелия от Матфея, придите ко мне, встаньте справа или встаньте слева и идите от меня во тьму внешнюю, да, Господь говорит тем, кто по-разному относится к людям, впритчу о последнем суде, здесь, говоря и думая о последнем суде, в общем, апостол имеет в виду именно эту парадигму, все дело в личности Иисуса, с которым ты вместе, если возрастаешь в любви и хранишь веру в гонениях, ну, либо если ты отрекаешься от его правды, оставляешь эту правду и становишься участником бесплодных дел тьмы, ну, тогда наказанием, собственно, является именно отделенность от лица Божьего, отделенность от лица Божьего. Ну, и в связи с этим апостол также говорит о времени, когда Господь придет прославиться во святых своих и явиться дивным в день он и во всех веровавших. Таким образом, он говорит о том, что не просто это для в самих верующих, в самих святых в день Господень вот явится полнота Божьей жизни, Христос явится в своих учениках, в своем народе. И поэтому, собственно, и будет отрадой эта жизнь Божья, которая даруется верным. таким образом, речь идет не столько о бездушном, безличностном рассуждении, кто прав, кто нет, а именно в личных взаимоотношениях с Господом Иисусом. От этого все зависит, это важно, это в центре внимания. В заключении первой главы апостол говорит, ну вот поэтому мы молимся за вас, чтобы Бог призвал вас, чтобы Бог удостоил вас призвания. В нашем синодальном переводе сделал вас достойными звания. Чуть-чуть, может быть, недостаточно точно переведено, потому что речь здесь идет о том, что Павел молится, чтобы вот вас, тех, кому он обращается, читать письма, чтобы Бог вас призвал. Это дар Божий, чтобы Бог удостоил вас призвания. Не вас там почистил, причесал аккуратно, чтобы вы сделались достойными призваниями, нет, чтобы он снизошел к тому, чтобы вас призвать и сам совершил благоволение и дело веры в силе, чтобы имя Христово вас было прославлено. Вот это важная очень мысль для автора этого текста, что это Бог, Бог совершает это дело веры, и то, что он это совершает, уже является указанием на то, что Бог с ними, с этими людьми, которыми он пишет, и значит на праведном суде Божьем они оказываются одесную Господа Иисуса, там, где придите ко мне возлюбленные отца моего. Божьем